Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эсирному коду ДНК. Надежда выходит из биоробота, становится рядом. Подключки артефакты, все это становится видимым и выходит из биоробота. Вышла тонкая копия. Просканирую вирусным сканером ее, физический биоробот. Не осталось ли что-то незамеченным? У меня есть красное, как пятно в районе спины, внизу поясницы. Хорошо. В биороботе, да? Да, как боль. Понятно. Силой моего намерения выдавлю из нее это пятно, берем его в нашу сетку. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем надежду в защитный скафандр на время работы с тонкими телами, вместе с ее тонкой копией и этой болью поднимаяся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Надежду. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе наперед сеанса? Доверит. Отправляю эту сетку в клетку-тюрьму. Визуально что-нибудь видно, посмотри. В ногах у нее какие-то энергии, как веревками сравнить. Путы такие в ногах и эта боль, она с ними как-то связана. Включаем внутренний белосвет Надежды, она выдавливает из себя всю эту боль, все это затемнение в ногах, все это выходит, формируется перед ней в шар. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, все веревки, все выходит, летит в этот шар. Готово. Отправляю шар в клетку-тюрьму. Есть. Даю команду, у нас еще три сканера сканирует пространство над головой Надежды, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все семь тонких тел Надежды, находит все. От этой боли и шара в ногах выстраиваются каналы к ответственным и притягивает всех в клетку-тюрьму, стоять в клетке-тюрьме. А значит, у нее притянулся бес к черным этим энергиям, путам. И у нее через все тело еще есть как молния, такая энергия какая-то. Молния. Да, как серебряная энергия в виде молнии. Подсвечиваю эту энергию, сканер ведет ее четко и ясно. Все сопутствующие и подключенные к этой стреле, чипы, датчики, импланты, конвекторы тоже включаются, подсвечиваются. Сканер выводит эту молнию вместе со всем, чтоб к ней подключено. Пошел процесс. В клетке она. Кто? В молнии. Выстраивается прямой канал от этой молнии к ответственным, кто ее послал, и силами его намерения притягиваю всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. А здесь голограмма в виде мужчины. Голограмма. Отлично. От этой голограммы снимаются маски и голограммы. Голограмма пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Изменилась? Мимикрирует. Направляя печать семи архангелов. Удар. Гомоноид. Гомоноид выстраивается канал, и ко всем другим ответственным, с кем он связан. Один, два, три. И притягивай всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Все заказчики стоят в клетке-тюрьме. Он один. Откуда ты паразит? Он говорит, я Посейдон. Посейдон получает удар. 250 тысяч герц. Удар. Теряет энергию после этого удара. Я тебе еще раз предупреждаю. Он просит его не бить. Я тебе еще раз предупреждаю. Если ты еще раз будешь лгать в этой комнате диагностики, я тебя уничтожу. Откуда ты гомоноид? Второй вопрос. Сириус. Хорошо. Он говорит, что он в Сириусе, но он там не живет. Он давно переместился. Хорошо. Ты совершил нападение после нападения на нее одного гомоноида Сириуса. Это уже не случайность для меня. После этого был вытащен ящер. Он показывает на эту молнию и говорит, видишь вот это? Это ее страх. И на нем я и играю. Разжигаю ее страх внутренний. Это не является причиной твоей подключки. Я эту стрелу сейчас в молнию перепрограммирую, ставлю в тебя и посмотрю, какой у тебя будет страх. Хочешь проверить? Нет, он говорит, ты не понял. Сперва был страх, а потом уже мой разряд. Это было нападение. Меня интересует сейчас, впоследствии меня интересует причина, почему ты пришел в это биополе. 99,9% на Земле у людей имеется страх. Тем более после такого нападения. Ты хочешь сказать, что ты случайно пришел, ставим маячок. Если он лжет, на два клетка загорается красный маячок. Если говорит правду зеленый. Какого цвета маячок? Зеленый. Он не связан с прошлыми нападениями. Хорошо. Я не понимаю, как ты мог пробить ее защиты? Как ты мог пробить защиту в ее доме? Говорит, какие защиты? Она не выставляла никаких защит. Меркаба не выставляла, она не наполняла себя энергиями. Она не читала манифест. А кроме страха я ничего у нее не видел. Ее страх сильнее, чем ее защиты. А энергии ее активные и вкусные. Она что, не могла своими энергиями сжечь эту молнию? Могла, но страх сильнее. Сколько ты находишься в ее биополе? И как ты зашел конкретно? Он показывает улицу. Он показывает, как он видит эти ее энергии хаотичные. Они внутри. У нее нет спокойствия. У нее есть страх внутри. Страх нападения. Понятно. Значит, ты на улице совершил нападение, не в квартире? Нет. Сколько часов назад это было или сколько дней? Цифра три идет. Три дня. Это был день или ночь? День был, да? Днем ты на нее напал. Но это не во сне. Он показывает день. Не во сне. Хорошо. Даю команду тонкой копии надежды спроекцировать все энергетические и сферические каналы к этому гуманоиду. Выстраивается также канал к этой боли, шару беса в ногах и этой молнии, а также к бесу самому и гуманоиду. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к надежде. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Я, надежда, вас не понимаю. Я вам объяснял, что нужно делать. Вот вы вообще прислушаетесь к этим словам, которые мы вам послали. Что нужно делать после чистки? Гуманоид зашел именно на ваше бездействие. Я пока учусь. Я не вижу пока никакого даже намека на обучение, никаких стараний в плане того, чтобы вы выдавили из себя этот страх. Если он присутствует, если он уже есть, его надо выдавить. Я не вижу, чтобы вы выставляли защиту Меркаба, вы не поинтересовались, как она выглядит, себя не визуализировали в ней. Вы ничего не делаете, вы просто боитесь. Эта энергия и притягивает таких, как гуманоид. И не только таких, как гуманоид. Прочитайте манифест, вчитайте смысл его. Я беру ответственность за свой жим в свои руки. Какую ответственность вы взяли в свои руки? Это было не нападение более серьезной сущности. Это было нападение именно по причине того, что вы по вашему бездействию задумаетесь над этими словами, потому что этому не будет ни конца, ни края. Ждем окончания реверса. Готово. Вы можете сжечь все это только своим намерением. Только своей силой воли и решительным намерением защитить свои энергии, свой биоробот и свои тонкие тела. Но этого пока нет. Мы видим только страх. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на эти каналы. В порядке реверса надежда забирает всю чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает надежды себя обратно на хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Гуманоид, что это за молния, которую ты вставил через все ее тело? Он разжег этот страх, добавив своей энергии туда. Еще он говорит, что манифест она читает для нас, интерферентов, не для себя. Манифест должен давать внутреннюю силу, которую мы видим. А поток слов, который прочитан для нас, для тех, кто в манифесте указан, не играет никакой роли. Да, мы видим его как небольшую оболочку, но это не то, что защищено изнутри. Реверс закончился. Итак, Бес, выходи. Бес, сколько ты вообще находишься в этом биополе? И что ты зашел? Где ты подцепился? Сколько у нее герц, Вера? Посмотри, пожалуйста. 9 герц. Он говорит, она ко мне подцепилась, а не я к ней. Ну и где она к тебе подцепилась? Капкан мать, Павла. Твой капкан сколько герц имеет? 13. 13 герц. У тебя 9. И что, она не могла скинуть эту подключку свою или сжечь ее своими энергиями родными? Твой капкан... Он не знает. Он не знает. Она подцепилась, он не против. Сколько дней ты находился в биополе? 2,5. Хорошо. Надежда умудрилась за 2,5 дня споймать 2 интерферентов. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил. Что-то осталось еще в биополе надежды, что не вытащил? Нет, вытащил все. Гуманоид что-нибудь осталось на той чистоте, что я еще не вытащил? Но он показывает, что в ней все еще есть его энергии. Она не до конца их отдает. Она не вкладывает силу. Хорошо. Реверс закончился. Хорошо. Значит, включая внутренний белый свет надежды этим светом, она выдавливает из себя все негативные патогены, низкооперационные остаточные энергии на чистоте гуманоида и его подключик. Все это выходит, формируется перед ней в шар. Надежда не отдает назад энергии. А почему она не отдает, Надежда? Почему вы не отдаете назад энергии чужеродные? Я отдаю, как могу. Гуманоид говорит, что они остались. Что ты имеешь в виду гуманоид? Силы нет у нее выдавить все это. Она слабая внутри. Она не использует своей энергии. Она не использует своей энергии. Хорошо. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, расторяя, даю команду на рассинхронизацию надежды с гуманоидом, его артефактами и бесом. И его артефактами пошла рассинхронизация и заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скейнера на контрольную проверку. Пошла проверка. Чувство. Помогаемой энергии отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствуем тебя, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса. Назвался я Посейдоном. Бросил в нее молнию через все тело, клиентку. Мы вытаскивали из нее последний раз ящера. И за день до этого гуманоида. Вот. Посмотри, пожалуйста. Говорит, намерения не хватает у нее. Посейдона забираем. Хорошо, Посейдон. Давай, привет греческим богам. Остальное уничтожить. Хорошо. Под всеми артефактами. Беса и гуманоида. Открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, бес. Ты никогда больше в это биополе не войдешь. Если она вступит в твою воронку, в твоих же интересах ее сразу же снять и убежать. Потому что если я тебя второй раз увижу в этой комнате диагностики, разговор будет совсем другим. Ты это понял? Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Он уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Здесь было все сказано. Давай заправим надежду ее родными энергиями. Посмотри, сколько нужно энергии. Какая чистота и вибрация. 380 и 25. На счет 3 макушку головы надежды начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 380% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота энергии поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Надежда, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас гармонизировано. И что вы намерены делать в будущем? Сохранять и защищать свои энергии. Отлично. Хорошо, будем возвращать надежду в ее систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию надежды в ее систему Биоробот Душа. Забудем. Подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok